Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу немножечко рассказать о силе ютуба, почему я этим занимаюсь, собственно говоря. Недавно я получил убедительное подтверждение тому, что это надо делать и что надо развивать канал. Смотрите, на этих выходных я ездил на семинар от швейцарской компании C-Safe Invest финансовой, который посвящен накопительным программам в Австрии был. И там были люди из разных городов, и этих людей приглашали сотрудники компании C-Safe Invest, своих знакомых, как правило, и так далее. Был один человек, который абсолютно был какой-то странный, он нетипичный был. Это был молодой парень такой, совсем молодой, он такой, держался как-то в сторонке, и я к нему подошел и говорю, слушай, а ты вообще сам из какого города, Алексей? Вот его звали Алексей, зовут. И он говорит, из Ижевска. Такой, слушай, ну вот, а как ты сюда попал? Кто тебя пригласил? Он говорит, Валерий Клайдович. Я говорю, а Валерий Клайдович живет в Нижнем Новгороде, как он тебя нашел. И парень рассказал следующую историю. Он помогал оформлять своей матери пенсию. Он говорит, мы прошли там много, так сказать, там сложно всего это было, документы оформлять достаточно муторно, и в результате там пенсия получилась, ну, в районе там 10 или 13 тысяч рублей. И Алексей говорит, мне пришла в голову мысль. Думает, а сколько же я буду получать? То есть ему там 30 с небольшим лет. А сколько же я буду получать, когда вот я стану в преклонном возрасте? И он решил просто об этом подумать. Он, во-первых, подумал, а во-вторых, ну, где-то что-то, может быть, какой-то запрос. Как он говорит, я случайно наткнулся. Вот. Ну, вот сейчас я, так сказать, немножечко поясню о случайности. Он, так сказать, на Ютубе выскочили разные видео, и одно из них было совершенно, ну, какой-то вот, ну, выбивалось, что ли, из общей линии. Вот она говорит. Там сидели два мужика таких солидных, с седыми бородами, и рассказывали про вот такой вариант, как сделать себе пенсию. Он сказал, что, говорит, ну, вот на зеленом фоне с одним из этих мужиков. Вот он, вот он я, один из этих мужиков, как бы, понимаете, да? Я это видео снял, сейчас скажу, 8 сентября 2018 года. Ну, практически полтора года назад. Понимаете? Вот. И что случилось? Один раз я когда-то снял это видео. Там 2000 просмотров вы видели. Я неоднократно уже замечал, что Ютуб и Гугл читают наши мысли буквально. Вот последнее время, по крайней мере, последние год, года-два, они достигли в этом буквально совершенства. Как только, вот, может быть, и вы замечали, напишите, пожалуйста, если у вас такое же было. Смотрите, как только мы начнем о чем-то задумываться, вот о чем-то только задумываться, и вдруг мы замечаем, что в ленте новостей или там информационной ленте, которая идет к нам в интернете, появляются вот именно вот прямо вот вообще вот по теме, по той, о которой мы только начали думать. Вот что удивительно. Мы даже нигде ничего не писали, никаких запросов. Мы только думаем. А Гугл или там Ютуб читают наши мысли. Почему я говорю Гугл или Ютуб? Потому что, в принципе, это одно и то же. Потому что некоторое время назад компания Гугл приобрела Ютуб-сервис. То есть сейчас Ютуб принадлежит Гуглу. Это очень-очень здорово, на самом деле. Вот. И они объединились, именно поэтому Гугл начал читать мысли, грубо говоря. Как он это делает? Все мы смотрим в интернете новости. Просто смотрим. Мы ничего не пишем. Мы не пишем запросы. Мы просто смотрим новости. Но, например, Гугл, он анализирует все, что вы смотрите. Он анализирует. Смотрите, вот вы листаете ленту новостей. И вы там проскакиваете эти новости, которые вам не интересны. А те, которые интересны, вы читаете заголовок. Сначала, потом мы заходим в эту новость. Так вот, Гугл анализирует вот эту ленту новостей. Какие новости вас вообще никак не интересуют? На каких новостях вы задерживаете взгляд? Там одну-две секунды, там очень четко все считается. Вот. А потом, значит, на какую новость вы нажали? И как долго вы эту новость, новость читали или интересовались? Как долго вы задержали свое внимание на этой новости? Это очень считается вот для каждой новости, для каждого человека буквально. Дальше. То есть у каждого человека есть свой профиль. Дальше. Гугл что делает? Смотрите. Он анализирует ключевые слова, которые есть. Он научился это делать. Это искусственный интеллект. Он... Смотрите. То, о чем там написано в этой новости, которая вас заинтересовала, это значит, что ваши мысли направлены туда. Что вы это... как бы вас это интересует. Понимаете? И вырисовывается такое вот облако ваших интересов, которые вы даже, может быть, сами еще не оцениваете. Понимаете? Вы сами еще не сформировали вот этот вот интерес, не сформулировали. За вас уже сформулировал искусственный интеллект компании Гугл. Он прекрасно знает. Причем искусственный интеллект компании Гугл прекрасно знает, где вы работаете. Намного лучше, чем наша паспортная служба, чем наши социальные службы. Он прекрасно знает, где вы работаете. Он прекрасно знает, где вы живете, и для этого ему не нужно смотреть ваш паспорт на прописку, он это прекрасно знает, он прекрасно знает уровень вашего благосостояния, он точно совершенно знает, какие магазины вы посещаете, понимаете? И как часто? Он абсолютно точно знает круг всех ваших знакомых и состояние этого круга ваших знакомых, откуда он это знает? Ну вот, посмотрите, вот он, телефон есть на телефоне стоит, и что у нас? Андроид, вот, все, у кого стоит Андроид, кому принадлежит Андроид? Компания Google, это разработка компании Google, поэтому все контакты телефона он знает, потом в телефоне есть геолокация, и он прекрасно знает, в каком месте, сколько времени вы проводили, вы это можете проверить, там есть такой раздел в вашем личном аккаунте Google Хроника, я когда залез туда, я ахнул, вот, откуда я это узнал? Смотрите, однажды я решил в Google-навигаторе что-то там ввести, вот, и куда поехать, я сказал, домой, так, в шутку, и он у меня говорит, мне кажется, вы здесь живете, сюда? И я такой, оба-на! То есть я так в шутку сказал, там, Алиса там или кто-то, куда поедем? Домой, такой, вот, и он мне показывает домой, потом я подумал, откуда он это знает? А он прекрасно знает, где я провожу ночь, ежедневно, ну, как, каждую ночь я, значит, именно здесь, то есть я где-то брожу, а потом, бам, значит, прихожу, и телефон находится на месте в течение, там, 8 часов, в которой я сплю. все, значит, я здесь живу. Точно так же на работу. Если вы в 9 часов в каком-то месте, значит, это самое, он говорит, а работа здесь? Я тоже. Я тогда же проверил, говорю, на работу. Сюда? И он такой, я, блин. Вот так. Поэтому, значит, ну, аналогично с магазинами. Он прекрасно знает, где у нас находятся какие магазины, потому что есть Google карты, и на Google картах обозначены магазины. И если мы посещаем там какие-то, значит, азбуку вкуса, то, наверное, у нас повыше уровень годосостояния. Если мы часто ходим в банки, то, наверное, я занимаюсь финансами. Ну, и так далее, и тому подобное. Кроме того, смотрите, вот я сейчас вам рассказываю что-то, да, а все, что я говорю, Google проверяет. Проверяет на экстремист, грубо говоря, да, как говорят. Вот, но не только. Он проверяет полностью то, что я говорю. Он анализирует мой словарный запас. Он полностью все мои слова транслирует. Он понимает их. И он понимает, о чем снято данное видео. И составляется вот такое вот облако какой-то вот общий интересов. Как это делается? Я пока, ну, так сказать, не знаю. Для меня это полностью загадка. Но он абсолютно точно угадывает наши интересы. Интересы. Хорошо это или плохо? Ну, кто-то говорит, что вот за нами следят, надо прятаться в лесу. Вот. А кто-то считает, что это хорошо. Я считаю, что это хорошо, потому что, если я что-то хочу, то, наверное, я, чтобы мне облегчить мои поиски, он мне предлагает сразу то, что я хочу. Вы, наверное, это замечали, что как только вы что-то захотели, вам Google предлагает как раз именно это. Для чего это нужно Google? Ну, для того, чтобы его реклама действовала, понимаете? Потому что Google живет на рекламе. Он продает рекламу. Если рекламодатели видят, что эта реклама действует хорошо, то, соответственно, они с большей охотой расстаются с деньгами и дают эти деньги Google. Здесь тоже все понятно. И как это можно использовать? Ну, если я хочу, ну, скажем, увеличить количество своих подписчиков, то, естественно, значит, я должен снимать как можно больше видео на различные темы, для того, чтобы затронуть круг тех, ну, одни круги, другие социальные слои, третий социальные слои, четвертый социальный слои. И поэтому мне приходится, ну, вести видео, включать в видеоканал видео на немножечко разные темы, которые близки людям из других областей и которые могут заинтересоваться, вот, ну, например, инвестициями. То есть основной моей тематикой. Понимаете? И именно это я использую. И, наверное, именно поэтому вы видите, что достаточно нетипичное для меня, как бы, видео по поводу, скажем, Форекса, да? Потому что, ну, Форекс все такое. Это люди, которые туда идут, которые хотят быстро и много заработать. Их много. Это большое сообщество. Я хочу просто привлечь это сообщество, чтобы они пришли сюда, ко мне, потому что я занимаюсь не теми инвестициями, которые абсолютно вот ведут к разорению, а теми инвестициями, которые медленно, то есть я хочу людям сказать, что не ищите быстрых заработков. Не ищите быстрых заработков. Там вас обманут. Здесь вас не обманут. Посмотрите сюда. Но это будет медленно, да. Это будет тяжело. Может быть, это будет трудно. Но я вам помогу. Понимаете? Я вам помогу избежать потерь. И именно поэтому я вот, ну, как бы, про Форекс говорю. Ну, то же самое про другие темы. Банки опять. Именно поэтому. Потому что все люди держат деньги в банках. Поэтому я достаточно регулярно рассказываю про там Сбербанк, про Тинькофф. Вот. И рассказываю про, ну, чем Тинькофф, например, лучше Сбербанка. Потому что там действительно лучше. Вот. Понимаете? А опять же, люди инвестируют куда? На депозиты. Я говорю, ребята, ну, посмотрите. Ну, блин, те же облигации. Ну, лучше, 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 чем депозиты. Намного лучше. Инвестируйте в депозиты. И банки это видят. Банки уже начинают предлагать брокерские услуги. Ну, вот. И я тоже самое делаю. Потому что я хочу привить людям финансовую грамотность. Я хочу, чтобы люди начали создавать свое будущее, свое прекрасное будущее, свое благосостояние, чтобы они становились лучше. Потому что я хочу, ну, и приятнее общаться, вот, намного приятнее общаться с людьми, которые счастливы, которые достаточно богаты и успешны. И вот я вижу в этом свою миссию. Вот. Ну, на сегодня все. Напишите, пожалуйста, были ли у вас вот такие подобные случаи, когда вам казалось, что Google читает ваши мысли, YouTube читает ваши мысли. Напишите. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.